Ну и конечно же в последнее время симферопольцы пристально обсуждали и наблюдали за ходом ремонтных работ на набережной Салгира. И мы, журналисты, тоже направили туда свое всевидящее око. И я думаю, что уже подошло самое время подвести некие итоги и рассказать о том, к чему в итоге, по что превратилась наша набережная, как она преобразилась. Сейчас мы в первую очередь поговорим об озеленении. Расскажет нам об этом Игорь Анацкий, генеральный директор строительной компании. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но можно сказать, что уже набережная преобразилась и на сколько в процентном соотношении? Можно сказать, что она преображается. Уже преображается. Это бесконечный процесс. В настоящем времени. Да, у нас на сегодняшний день мы прошли, так скажем так, условно первый этап. Это благоустройство улицы от Шмидта до Вечного огня. Скажем так, там строительная часть преображается. Но она по-настоящему преобразится, когда там зайдет трава. Но я думаю, что это самая красота будет весной, когда уже будет во всей красе. Расскажите подробнее. Помимо травы, может быть, какие-то кустарники, деревья? Что еще предусмотрено? Смотрите, у нас в проекте, который мы делаем, не предусмотрено по озеленению ничего, кроме сноса зеленых насаждений. Мы вышли с инициативой на главу администрации, сделали проект по дендроплан, по озеленению всей набережной. Сейчас работают специалисты, подбирают это на всей набережной, это от Киевской до Вечного огня и по Малому Салгеру тоже самое по Киевской. Сейчас делается проект, который мы представим главе администрации. Она сказала, что она соберется с общественностью, обязательно со специалистами, чтобы обсудить с жителями города, насколько все это устраивает. И уже в этом году мы со своей стороны подняли руку, сказали, что мы 100 деревьев из этого дендроплана посадим. Ну, не просто как мы хотим, а как специалисты что подберут, где посадить, какие сорта деревьев посадить. Поэтому это уже будет в этом году. Плюс сейчас идет активно посев травы. Да, мы могли наблюдать в интернете эти кадры. Выглядит это необычно. Кто-то мог решить, что это у нас пытаются покрасить землю. Но на самом деле это озеленение таким образом происходит. На самом деле это технология, которую используют, кстати, на ваде очень активно. Это гидропосев травы, при котором используется кроме трех видов семян травы, газонной травы. Используется еще мульча, удобрение, гидрогель для того, чтобы воду аккумулировать на себе. Ну и красящий состав для того, чтобы видеть, где посеяно, чтобы было следить за качеством работы. Это уже во всем, даже в России, это очень во многих городах применяется. Мы, скажем так, одни из первых. Ну, кроме вада, вад, конечно, молодцы. Мы применили у нас. Поэтому сейчас от Шмидта начали, и к вечному огню передвигается это все. Игорь Олегович, но еще появились такие кадры достаточно забавные, как птицы клюют. То, что недавно было вот с помощью этой технологии озелено. Скажите, это насколько грозит в будущей траве? Ну, так нормативно 5-10% птицы могут съесть. То есть это не страшно? Это неизбежный процесс, да, это не страшно абсолютно. То есть при процессе озеленения вы сразу же учитываете? Конечно, да. Вы говорили о деревьях, которые планируете, хотелось бы, да, вам их посадить, 100. Уже известно, можно ли говорить о том, что это будут за породы деревьев? Еще раз повторюсь, подбирают породы деревьев специалисты. Мы строители, мы суровые строители, поэтому мы сделаем ровно то, что скажут специалисты по посадке. Поэтому, я думаю, вот на следующей неделе уже будет готов дендроплан. Мы представим его в администрации, администрация представит его в общественности, обсудится, и как раз осенью, это как раз пора для посадки, осенняя посадка. Мы, думаю, что в конце октября, в начале ноября мы посадим эти 100 деревьев. Это не поздно? Нет, это нормально. Для высадки? Это как раз отлично. То есть понижение температуры никак не скажется? И потом зимние? Ну, опять же, мы опираемся на мини-специалистов. Мы здесь, в этом плане, мы просто исполняем то, что говорится, предписанию. С озеленением вроде все понятно. Будем ожидать, когда будет меняться в этом направлении набережная Салгира. А теперь давайте поговорим о ходе строительства. Конкретно о том, что строительство еще не завершено, а уже некоторые участки начали страдать от вандалов. Ну, тут мне сложно прокомментировать. Мы просто стараемся просто молча, хладнокровно это все устранять, восстанавливать. Какие-то выводы делаем свои. Поэтому это неизбежный процесс. Игорь Олегович, а вот что именно, как именно страдают эти участки? Вот как сказал вы, хулиган? Ну, это, скажем так, понимаете, это пытливый юношеский ум. Наверное, по-другому это не заявишь. Где-то это просто мелкое хулиганство, где-то это осознанно. Когда берутся в переходах, разбивается плитка. Ну, как это назвать? Хулиганство, да и только. Больше по-другому ничего не скажешь. Поэтому пока мы здесь, мы будем это все методично устранять. Скажем так, по выполнению работ, сегодня, ну, вчера, 30 сентября, у нас закончился первый контракт. Это благоустройство от Шмидта до Вечного огня. Там, вчера последние светильники устанавливали, зажгли полностью всю эту набережную. У нас до конца ноября второй этап, это до Киевской. Мы должны дойти благоустройством по Салгиру и по малому Салгиру до Киевской. На той неделе с администрацией создали рабочую комиссию, полностью прошли, выписали все замечания. Они есть, ну, потому что, ну, 10 километров благоустройства, понятно, что человеческий фактор и так далее, и так далее. Какие замечания? Ну, есть по чугуну замечания, качество сварки, там, по качеству чугуну сейчас мы отрабатываем с Керченским металлургическим заводом. То есть вы признаете, да, вот как раз те моменты, когда можно было наблюдать, как люди поднимают просто вот эти куски ограждения? Смотрите, у нас 9 318 метров ограждения, это 4, около 4 141 столб. Понятно, человеческий фактор, ну, как бы, есть, признаем, мы берем, исправляем это все. То есть у нас наша задача сейчас, как раз, все мелочи, все до конца набережной, все устанавливать для того, чтобы мы уже спокойно ушли и наблюдали, как просто стали жителями города, а не участниками процесса. Хотелось бы еще раз уточнить сроки реконструкции набережной, когда, известен ли период, когда уже будет полностью вся набережная готова? Конечно, это конец ноября. Конец ноября, это будет... То есть это достаточно скоро? Два месяца осталось. А работ сколько? Ну, скажем так, трудоем... Даже по мелочам. Скажем так, все трудоемкие и сложные процессы, ну, допустим, у нас прокладка коммуникации под освещение закончена, там, 95%, то есть уже от киевской до киевской. По малому слуге, у нас разводка вся сделана. Осталось, скажем так, установить столбы освещения на этих участках на втором этапе и выполнить благоустройство. То есть это уже, ну, предсказуемый, понятный процесс. Проект благоустройства что предусматривает? Проект благоустройства предусматривает замену тротуарной плитки и наружное освещение. То есть, я хотел уточнить, может быть, какие-то лавочки будут? Ну, к сожалению, в нашем контракте это не предусмотрено. Единственные лавочки, которые у нас были, это лавочки, которые на Балом Салгире, там, 5 арочек, ну, 5 круглых таких арочек. И возле Савопула и возле шахматного шарочного клуба мы там поставили стационарные, те, которые намертво прикручиваются. 23 лавочки поставили. А вот шашечный фонтан, всем известный Симферополь сам, он все не входит, например, в план реконструкции? Он не входит. И вы этим занимаетесь? Нет, мы не занимаемся, он не входит в рамках нашего контракта, но мы знаем, что сегодня подписан контракт с компанией, которая занимается проектированием двух фонтанов. Это шахматный фонтан и фонтан в русле реки рядом с мостом по улице Кирова. То есть, в планах администрации, а сделать проект и выполнить эти работы по устройству самих фонтанов. Знаете, на что я еще обратила внимание, очень мило было, когда забор, вот это чугунное ограждение, где замочки влюбленных висели, эти замочки не снесли, а очень заботливо так пакетами. Да, кстати, знаете, те старые ограждения мы демонтировали, почистили, покрасили и они остались. По этому поводу было масса нареканий в соцсетях. Почему? Ну, просто, понимаете, уберите эту, там разные эпитеты были. То есть, мне не разделилось. Кто говорит, что надо это оставить, потому что это традиция и так далее, и так далее. Кто-то говорит, что забрите эту гадость, зачем это надо, и так далее. Ну, люди разные, скажем так, но это и слава богу, что они разные. А сколько чугуна потребовалось в итоге? Я имею в виду, сколько вот нового ограждения? Потому что действительно напоминало периодически этот забор с собой вот беззубый рот, через раз. Вы знаете, даже скажем больше, мне кажется, жители города, дети, мамочки, привыкли спокойно гулять по набережной, на котором нет ограждения с высотой. Я вам скажу, знаете, наши опасения, когда мы почистили участок от Кирова до Шмита, там, где глубина доходила до метра восемьдесят, и там, где не было ограждения, и это была не твердая земля, а это была земля в таком, скажем так, жидком состоянии. И не дай бог, мы боялись, что мы там откопаем и кого-то найдем, потому что реально... Не было такого? Такого не было. И просто, если, не дай бог, туда бы ушел, допустим, там, ребенок, то его там даже не найти можно было. То есть, скажем так, глубину опасности всей этой истории без ограждения мы поняли только, когда это все убрали, что настолько это было реально опасно. Поставлено чугуна 872 тонны. Могу там несколько тонн ошибиться. Это Керченский металлургический завод. Мы считаем, что за такие сжатые сроки, ну, всего лишь было 4 месяца, Керченский металлургический завод очень достойно справился с поставленной задачей. Поэтому вал чугуна, который был привезен, ну, сегодня идешь, кажется, так оно и было. Я вот вчера только пригласили, пересмотрел фотографии, за каждым месяцом ведем фотофиксацию. Как это было буквально 4 месяца назад, когда мы начинали, это, конечно, дикость. Игорь Олегович, расскажите, как цапля себя чувствует? Наблюдаете ли вы ее там? Вы знаете, я вам скажу честно, последнюю неделю мы ее не наблюдаем. Последний раз, где наши сотрудники ее заметили, это был Малый Салгир в районе Гагаринского парка. Может быть, она в парк ушла, но это уже как бы не наша зона юрисдикции. А так она достойно перенесла всю стройку с нами вместе. Она очень любопытная, поэтому все было... Стала уже символом набережной. Игорь Олегович, хочется выразить вам благодарность за то, что нашли время, встретили это утро в нашей компании. Тема, конечно, обширная, говорить можно много, но пора двигаться дальше. Нашим телезрителям хочу напомнить, что у нас в гостях Игорь Аннацкий, генеральный директор строительной компании.